Друзья, всем привет! Наверняка вы уже могли слышать про этот коронавирус, потому что сейчас буквально из каждого утюга доносится информация об этом. Но в этом видео я хотел бы рассказать, что именно меня побудило, находясь в Корее, записать это видео. Еще раз скажу, если кто не знает, я живу в Сеуле, в Корее, где сейчас праздничные дни. Это связано с Корейским Новым Годом, будем называть его так, Новый Год по восточному лунному календарю. Поэтому корейцы сейчас празднуют и отдыхают. И поэтому мы с Кенми, с моей женой, сегодня решили тоже отдыхать и поехали гулять, в общем, в районе Кангнама. Станция метро Чонгнам. И когда мы туда приехали, что меня поразило, что впервые за 5 лет я увидел настолько пустой город. Конечно, в первую очередь это связано с тем, что праздники, и многие корейцы уехали в другие города Кореи к своим родственникам. Некоторые корейцы просто сидят дома с семьями и отдыхают. Некоторые корейцы уехали за границу, потому что выходные долгие, и можно успеть съездить за границу. А некоторые корейцы, как я узнал из интернета, не выходят на улицу вот из-за боязни этого вируса. Еще сегодня я получил сообщение от своего друга. Он у меня спрашивал, как дела, и спрашивал именно про этот кронавирус, и какие новости из Кореи, есть ли какие-то зараженные. И буквально, когда мы сейчас недавно приехали домой, где-то полтора часа назад, нам с Кёнми одновременно на телефоны пришло уведомление, которое именно говорит об опасности этого кронавируса. И вообще в этом плане корейцы большие молодцы, потому что вот даже на моей памяти, несколько лет назад, когда здесь были землетрясения и тайфуны, мы уже знали об этом, потому что постоянно, несколько раз в день, нам приходили эти уведомления. И сегодня тоже нам пришло это уведомление, где говорится, что если вы выходите на улицу, обязательно одевайте маску и почаще мойте руки. На сегодняшний день, на момент записи этого видео, сегодня 27 января 2020 года, 16.04 по московскому времени, известно, что в Корее сейчас 4 человека болеют кронавирусом. Все они приехали из Китая, это одна женщина и трое мужчин. Первая женщина, ей 35 лет, она китаянка, 19 января она прилетела в Корею, и до этого она ходила в китайскую больницу, где ей сказали, что у вас какая-то обычная простуда. И когда она прилетела уже в Инчон, потому что сейчас в аэропортах, в корейских аэропортах, сразу всех людей, абсолютно всех проверяют через какие-то там специальные мониторы, и можно видеть, что у человека там не все в порядке. И сразу же по прилету ее забрали в больницу и обнаружили у нее кронавирус. Второй случай, это мужчина, ему 55 лет, он гражданин Кореи, но он живет в Китае. Где-то числа 9-10 января он, по-моему, простудился и лечился дома, а потом 19 января пошел в китайскую больницу, где ему сказали, что у вас обычная простуда. Поэтому он поехал сначала в Шанхай, а потом уже 22 числа приехал в Корею, где сразу же в аэропорту определили, что у него есть подозрение на этот вирус, и его сразу же госпитализировали. И потом узнали, что действительно у него есть эта болезнь, и сейчас он находится под присмотром врачей. Третий человек, мужчина, гражданин Республики Корея, но тоже живет в Ухане. 20 числа он приехал в Корею, и у него сразу не смогли определить по этим приборам наличие у него подозрений на этот вирус. Поэтому он забрал машину в аренду, встречался со своими друзьями, ездил по всяким ресторанам, по всяким районам, гулял в парках, гулял по набережной Хангана, заходил в разные магазины, то есть где было очень много людей. И 22 числа у него заболело горло, он подумал, что это просто обычная простуда, купил каких-то там таблеток, но они не помогали. И уже 25 числа он обратился в больницу, и сегодня стало известно, что у него кронавирус. Но проблема в том, что этот мужчина встречался с друзьями, даже гулял по набережной Хангана, ездил в какую-то больницу, узнавал про пластические операции, ну то есть где было очень много людей, ездил в другой город корейский к своим родителям, и только через несколько дней у него определили эту болезнь, и сейчас мы знаем, что он болен кронавирусом. И четвертый случай, это мужчина, ему тоже в районе 50 лет, он гражданин Республики Корея, но живет в Ухане, и проблема в том, что врачи сегодня только узнали, что он болен, и они еще не знают, в каких местах он был, и с каким количеством людей он контактировал, они сейчас все это выясняют, и по-моему, даже должна случиться какая-то дезинфекция. На сегодняшний день относительно Кореи, это все случаи, про которые я вам рассказал, 4 человека, 1 женщина и 3 мужчин, 1 китаянка и 3 корейцев. На сегодняшний день, что касается Кореи, известно только о 4 случаях заражения кронавирусом, о которых я вам сегодня рассказал, это 1 женщина-китаянка и 3 корейских мужчин. Это все, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не болейте, всем удачи, всем пока!